А он кто такой, Яхвай? Он один из ануннаков. Доброго вечера всем. Вот эти работы, где я пишу, я даже не знаю, сколько им лет. Ну давайте я вам тогда немножечко зачитаю. Я слушала очень внимательно, и меня, конечно, легко шокировало. Так всё правильно? Теперь скажите мне, пожалуйста, если Слава ошибся, когда сказал, что Тартария – это сторона обезьян. Всё правильно, их там выводили. Об этом же и был разговор. Будь так добрый, я сейчас, не моё мнение, не моё мнение, а это мнение переводчика из Тары. Всего лишь. Я его, ну, записала, конечно, на итальянском, но вот быстренько я вам и расскажу. Потому что этот переводчик из Тары, итальянец, он не знает русского языка. А то, что он записывал латынскими буквами, я же читаю его на языке русов. Обезьяна не знает языка русов, понимаете? Так вот, значит, вот эти лохи, которые спустились, они себе сделали, когда они спустились на землю, и их земля называлась, нет, пардон, как пивдень, суд, господи, юг. Южная земля, она называлась апцу, изба. Они даже называли изба. Вывели они такого лю-лю, вот, и там кто-то сегодня говорил аллилуйя. Что такое аллилуйя? Так это все вот эти лю-лю были здесь. Это вот эти обезьяноподобные. Вот это тартария, где делали вот эти зверолюдей. И потомки зверолюдей находятся до сих пор у нас. Да, они подправили свой, как бы сказать, скафандр. Так вот, и говорится в Таре, кто они такие, откуда они произошли. Вы же никто Тару не читал? Я тоже Тару не читала. Я читала только перевод, дословный перевод Тары на итальянский язык. Там было без комментов. Я тоже сейчас себе там позаписывала, вот, позаписывала. Ну, здесь у меня на итальянском и на русском написано. Сейчас я вам буду зачитывать. Так вы же Тару не читали, первоисточник. Зачем сейчас придумывать, что человеке это чёрт знает что, а обезьяна сильная, у неё и кости там посильнее. Хорошо, у обезьяны кости посильнее, а, например, у негров они послабее. Как так может быть? Если у обезьяны там 1,2, Влад говорил, у человека белого там сколько, 8, а у этого, по-моему, 6. Я не помню. Вот это была градация, ну, пердон, 0,8, что я говорю. 0,6, всё правильно. Вот. Ну, давайте будем зачитывать то, что написано из Тары. Значит, ты правильно, Влад, сказал насчёт того, что песок, и когда говорил, что из песка, да, всё можно сделать. Так вот, из песка была сделана вот эта обезьяна. А обезьяна – ордила, из ордилы. Ордила – это силичо. А силичо – это и есть песок. И когда в моей-то ещё старой Библии написано, она более, как бы сказать, ещё не переработана до наших дней, как вот эти последние. И там написано, что был сделан, Адам был красный, ну, как ордила, а это и есть силичо. И я вывела формулу, если вы помните, я теперь покажу вот эту формулу. Я вот это очень сильно разбирала, и сама вывела вот эту формулу. Это для Лешего, наверное. Я думала, покажу ему обязательно. Так вот, это не соты. Это не соты. А это, вот это сектограмма. Даже в самом слове «сес» – это сестограмма. И это секс, как всегда. Там кому-то не нравится, когда я говорила об этом. Я не виновата, что тупые не понимают. Учитесь. Так вот, действительно, вначале надо учиться. Вот здесь я, Элизиума, я поддержу. Надо знать всё. И потом уже говорить, а не просто наслушаться. Тем более роликов наслушались. Раньше был телевизор. Вот, зомби-ящик. А сейчас ролики мы смотрим. Продвинутые. Чё? Смотрите ролики. А почитать первоисточники? А подумать? А все книги перечитать? Нет, это трудно. А вот когда все книги перечитаешь, пропустишь через душу, и душу человека, а не обезьяны, тогда ты поймёшь, где правда. Пойдём дальше. Так, что там? Значит, Атон, Эджито, Кумлакарика, Дияхут. Так вот. Тоже это, наверное, лешему. Значит, вот этот ваш обезьян, который назывался… Ещё было у него имя Яхве и было у него имя Шим-Дзе. Из двух слов он составлялся. То есть из двух слов Шим-Дзе. Поставьте посредине Пан. Пан вот этот с рогами и с присутствием всех генитальных органов, как мужских, так и женских. И получится вам Шим-Пан-Дзе. Так вот эта помесь, такая грубая помесь, неудавшийся эксперимент чей-то, вот это и есть обезьяна. Так, дальше пишем, то есть его ещё было имя Яхут. Яхут. Ой, как странно, вам ничего не напоминает на языке русов? Ну так читаем в обратном направлении. Вот Яхут, Дух Я, Дух Я. Вот вам, откуда происходит Дух и всё остальное. Дальше читаем. Это Тара, это не я придумала. Значит, Дух Я. Яхут. Яхудим. Ехудим. Юдей. Юдей. Людей. Ну, наконец-то мы поняли, кто такие люди. Всё правильно. Потому что они были сделаны вот здесь. Вот с этого помеси ужасной. И всё правильно. У них скафандр. А вот скафандр, вот этот обчищенной обезьяны. Всё правильно. Так вот, это не я придумала. Тара говорит. Юдей. Юдей. Это иудей. Людей. Люди. И эти... Господи. Ждей. Потому что начали говорить Ждей. А еюди. Называется. Вот юди и люди, это одно и то же. Теперь мы понимаем, кто такие иудей. Так, дальше идём. Вот, иудей плюс, да, ну ладно, тут отрицание здесь. Ну, я себе там выписала. Так, термин Акадико. Вот. Ещё. Называл он себя Ишаку. Вам ничего не говорит? Ишаку. Ишак. Это вообще было какое-то зверьё. Не зверьё, а зверь с верой. Здесь надо немножечко придерживать язык. И надо действительно следить за языком то, что мы говорим. Я буду только из речения Исторы. Так вот, он сам себя говорил, что он Ишак. А мы говорим, сейчас иудеи его переначали немного. И мы говорим Исаак. Исаак. А это Ишак. Потому что на языке иврита звучит Ишак. Дальше. Иллахим. Айтемпи ди Мозе. Абитава су монте Ореб. Так веру. Ну, это по-итальянски вера. Так, вот у меня это. Я разбирала, как сделаны иудеи. Вот я тут себе записывала. Думала, думала. Как они... Давайте я этой рукой. Как она... Вот я себе тут разбирала формулы сама. Сама, сама сидела и разбирала. И каким-то образом я дошла до этого. Без всяких читаний. То, что написано в Википедии. И это, между прочим, ни с одной книги. Ни с одной книги. Я сама разбирала и думала, и писала. Так, что у нас там? Вот, как пишется Яхве. Яхве в интерпретации... Ну, это в латинице. В латинице, как пишется Яхве. Тетраграмма, дженези, дича, кээсу, альтэнпо, дьенок. Так, 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 так. Ну, сиф, левите. Вот, Йосиф, это, кстати, левит. Тетраграмма, дженези, дича, кээсу, альтэнпо, дьенок. Ну, ладно. Это я пишу, как делается. Так, вот, сатана из санскрита — это инерция. Ну, тут я уже про мантику. Так, дальше. Мозе был, ну, там, каким-то богоизбранным, Атона. Вот вам Атон. И вот Мозе, это был его служителем на земле. Вот. А кто такой Мозе? Это представитель богоизбранных. Так что давайте не будем мешать человека с богоизбранными. Потому что здесь я придумала. Или я там семитка. Семитка, кстати, тоже. Кто это говорит, так это вообще какие-то, знаете. Это те, которые наслушались роликов. Вот действительно, наслушались они роликов. Грамотные. А кто такие семиты? Это все представители оливковых национальностей. Это и евреи, это и азербайджанцы, и армяне. Это все называется одним словом семит. Так. Не знают. Звон. Слава Богу, что можно что-нибудь сказать. Так. Дальше идем. Ехве. А теперь я зачитаю на иврите. На иврите. Эхье, ашер, эхье. Переводится. Я буду то, что я был. Вот так называется. Ехье, ашер, эхье. Я буду то, что я был. Ну, все от него, что произошли. Вот эти, кстати, пишется, какие здесь наименования вот этих зверей, ну, зверей нет, ну, вот этих обезьян, скажем. Вот они произошли. И как ты сказал, Влад, это он без яна. Надо пользоваться языком русов. Они, как ты там сказал, он там что-то сильный ян, там что-то непонятно. Нет, нет, они считают, что обезьяна, это типа без изъяна. А, без изъяна. Да, приводился пример. Ага, вот. Ехве. Он апартаменте Ласкиера, Анунаки, Дидим. Ага. Вот. Ехве. Так вот. Ехве-то сам по себе. Он не есть творец. А он апартаменте Ласкиера, Анунаки. Он был одним из анунаков. Были еще Анунаки, были Иджиджи, были Нетеру, были Илану, вот, потом и Элохин были. Они делали, вот послушайте, потому что это перевод с, ну, написанной латиницей на итальянском. Они делали, что они умели делать хорошо, они умели делать дзелен, зелье. А он не может же написать зелье, как он на латыни напишет зелье. А когда я читаю, я это все знаю. И вот это зелье, это квит, это, можно сказать, это субстанция, это такая странная субстанция, как бы вам сказать, пластинообразная, но прозрачная, которое можно слепить все. И вот по этой субстанции они могли делать соображение. Так, ну вот тут уже про Ситчем пишет. И так, Клатареда Дежураду, да тут и трибу. Ты смотри, Света, получается, все нам говорят, что типа там рептилоиды правят и прочее. Значит, так обезьяна-то тоже получается на самом деле, а не рептилоиды, так? Так, значит, то, что к нам приехали, пришли с нижних миров, ну давай так, рептилоиды. Потому что там, если смотреть, в Торе это не написано. Почему не написано? Тора — это уже инструкция, что сделали рептилоиды. Они из себя взяли и взяли с этой земли и сделали вот этих обезьян. Обезьян, мы теперь знаем, что это гибрид. Так и пишется гибрид или ибрид, или ибрео, или еврей. Это не я придумала. Так вот, что еще интересно? Сейчас я достану мою Библию, вот эту старую-старую. А вот уже в Библии написано, что когда Адам и Ева сделали этих двух своих сыновей, один убил другого. Каин и Эвель. Эвель, да. Каин же ушел, и тот же Бог. Ну вот, давайте будем говорить правильно, Господь. Потому что вот здесь правильно, Господь — это тот, который сделан из говна. А говно, я потом расскажу, что такое говно. Это для нас какое-то отрицательное очень сильно. Говно потом дойдут. Так вот, и когда ему что-то там поставил на лбу, иди, тебя будут знать все, и никто тебя не тронет. Потому что, ну, тебя как, будут знать, что я тебя создал. Так что неизвестно. Но все-таки, я думаю, там между Адамом и Евой все-таки они зачали вот это. Кроме последнего своего ребенка, этого Сифа, и это же пошли вот эти левиты, и левиты, которых не обрезают, остальных обрезают. Ладно. И там маленькая такая заметочка в моей уже Библии, где написано, что в те времена жили люди, ой, пердон, жили, как они называются? Я сейчас достану и прочитаю. Там такая маленькая заметочка, что не люди там жили, а, ну, скажем так, созидатели. И когда я читала, ну ладно, у меня уже была, скажем так, уже груз знаний моих. И когда я читала, наоборот, все стало на свое конкретное место. Так вот, на какой-то определенной территории, ну, наверное, что-то случилось. С низших миров пришли вот эти, скажем, рептилоиды, или те, которые под землей живут, которые, ну, на нашей земле и собаки, и коты есть, все есть, да? И свиньи, и все остальное, и обезьяны. Вот, кстати. Они пришли. Из своего вот этого дзелем, или зелья, это, наверное, их ген как такого нету до сих пор, никто его не знал и не видел. Я вчера зачитывала, что в 85-м году еще не знали, что такое ген. Или три нити, или две нити, ладно, или вообще что это такое. Там из пальца высасывали, ну, так договорились, ладно, пусть будет какой-то с двумя нитями. Черт с ним, чересчур уже сложно. Сами нихрена не понимают. Вот, не то, что не понимают, боятся забыть. Потому что когда брешишь-брешишь, то и забыть можно. Хорошо. И когда с нижних миров зашли, вытащились каким-то образом, они слепали вот этих зверей. Зверей, ну пусть будут звери, господи. Нет, бестия, вот правильное имя. Господи, сама же книгу переводила, и говорю, звери, бестии. А вот именно бес, ц, я. Вот вам и весь ответ. Они сделали вот эти бестии. А так как единственный, нова на всей нашей вселенной, это язык русов, будем скажем так. Ну, это не тот русский язык, который мы знаем. Но, по крайней мере, носители русского языка могут все-таки понимать немного язык русов. А кто знает больше языков, еще более легко понимает язык русов. Потому что это единый был язык. Так вот, вот эти бестии сотворили себе роботов. У нас тоже есть робот, да? У нас тоже есть пылесосы-робот. И там тоже какие-то роботы есть. И будто бы, если идем чуть-чуть назад, были роботы везде. И, кстати, в «Сумерских хрониках» там тоже есть робот, описание робота на букву Носорг, Носорамон. Господи, такое имя здоровое. Он же ходил в ливийский космодром с роботом. С роботом, с железным роботом ходил. Вот, написано. Вот, они сотворили себе этих роботов, но не железных. А дали вот эту оболочку. Так вот, такую же оболочку, которую носят человеки. Вот в чём только разница. Так вот, обезьяна, он без яна. У него нету, скажем, совести, потому что я больше лучшего слова не нашла. Дух, вы видите, видите, как нам подменяет знание? Это я худ. Дух я. Я худ. Я плох. Я яхве. И говорится, дух. И вот здесь я, конечно, вот этот отключился, да, леший. Правда, в глаза колет. Так вот, когда леший говорил всё-таки, что про дух, и там запах, и дух, вот здесь, ну просто так, наслушался, но он попал. Вот здесь он в точку попал. И вот, что я хотела. И когда они создали вот этих роботов, но только не железных, а оболочка, ну, человеческая, человеческая. И они были обезьяноподобные, можем сказать. Вот они и были обезьянами. Так вот, некоторые эксперименты их, как макака, например, да, она не получилась. И вот макака бегает. А есть некоторые, тот, который на баллонах сидел, тот, который без шерсти. Так вот, это тоже, как бы, то звено, которого не хватает. А уже то звено, которое уже появилось, ну уж извините, это не я говорю, это тара. Я сколько молчала, потому что у меня есть знания. А не надо высасывать и что-нибудь придумывать. Ну, так вот, пусть семиты меня затюкают. Вот оттуда и произошли семиты. И вот эта тара, эта инструкция, это правда, это их история. Потому что такого слова история нигде не было. Это новодел. После того, как они дали инструкцию, назовём история, назовём из инструкции, пусть будет так. Но это слово определяет, откуда это, где это записано. Это записано в таре. Кто они такие, чтобы они не забыли, кто они такие. Почему они тару зубрят, 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 зубрят. Есть их там ветки, которые только тару зубрят, чтобы они запоминали и рассказывали другим, кто они такие. Да, сейчас момент у нас благоприятный для них. Понимаете, это действительно мой пылесос. Вот, завоевал мой дом. Правильно, он завоевал мой дом, он работает, да. Ну вот. Но он чересчур завоевал. И вот эти все технологии, вот это всё, это только забытое старое, то, что нам дают. А мы совершенно другое. Ну мы. Нет, давайте так. Я говорю, если кто себя позиционирует с обезьяной, ну, ваши проблемы, что я могу сказать? Ваши действительно. Это внутри. Или есть, или есть. По-другому нельзя. А как вычислить, да, знаете, элементарно, как вычислить, кто возле тебя. И действительно, когда даже читать труды Левашова, ведь Левашов, хорошо, он всё это подвёл, вот эту тартарию. Теперь я всё прекрасно понимаю. Те даже нестыковки раньше, я думала, ну, наверное, от нехватки знаний. Действительно, от нехватки знаний. Сейчас всё ясно. Вообще всё ясно. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Множество здесь находящихся. Это не только советский, бывший Советский Союз. Вот эта часть Евразия, скажем так, да, здесь очень много потомков, зверолюдей, бестий. Очень много. Что я хотела сказать? Чара. Это так же и украинское, в украинском условии осталось, ну, как будто бы чудо. Чара. Нет, была чара, это буква. Это славянская буква, старославянская. А вот чара, это множественная от буквы. Ну, я здесь себе выписывала. Ехве. Ну, вот я себе, вот, вот, пожалуйста. Ехве. Так говорится, вот я на иврите записала себе, думаю, может, будет один, так настанет тот день, когда я выучу также иврит, чтобы, знаете, не говорить, что кто-то сказал, а я сама выучила, первоисточник. Ну, вот, и Шемдзе. И он говорит, Шемдзе, это мое имя. Вот как перевести из иврита и Шемдзе. Это мое имя. Так, здесь, вот я тут написала, где оно, пам, включаем, Шемпанзе. Яхве, тут и прямо версу дивину, шемпанзе, интеллиженте. Так вот, и когда был вот создан из этих же, ну, так скажем, ну, тех, рептилоидов, ну, ладно, пусть будет рептилоидов, это Ануннаки. И еще называют Ануннаки. Ану, на, так, спит, на. А эти Анун, ну, якобы с Нибиру, ну, не знаю, это Нибиру, Ниши Эмире, или это из Ниши Миров на Арки прилетели, черт с ним. Это не столь важно сейчас. Сейчас разбираем. Анун, это их верховный правитель, на Ки. Они эту территорию назвали Ки, потому что они здесь воспроизвели Мон-Ки. А вот когда еще мы будем узнать, что Арк и также Луна, ну, или та же желтая корова они еще называли, так вот, тоже называли коровой. И вот вот эти богоизбранные. Почему они богоизбранные? Потому что он их собрал, он сделал себя из земли, и вот они получились богоизбранные. И вот эта земля, он снисходительно вот эти Ануннаки их называли, потому что они рабы, они же, ну, рабы, пердон, они же пылесосы, они рабочая сила, рабочая сила, господи, трудовая сила, черт его знает как. Такая сила, в общем, только работа. И он их снисходительно, они их называли Мон-Ки. А Мон-Ки, ну, мы знаем, на английском это шимпанзе. Вот, пожалуйста, все к одному. Это из Луны на землю, из Луны, из Арка на землю. Вот вам, пожалуйста, потом, о боже, а то что за такие за жесты крутые у нас? Знаете, хоть, что эти жесты означают? И вот Элизиум спрашивал, что это за жест обезьяний и вот эти пальцы раздвинутые, средние пальцы раздвинутые. Вот это, что у нас Владимир показывает, потому что я понимаю панику, он лицо поменял, лицо поменял, а я понимаю, что это Владимир. Вот этот жест, это жест вот этого шимпанзе, вот этого пана, вот этот жест. И если говорится, что кто это показывает, я понимаю, к какой организации относятся. Я понимаю, не к какой организации относятся, я понимаю, кто они есть. И это не только я понимаю, потому что я начиталась. А вы думаете, что я начиталась много? Да я еще чуть-чуть начиталась. И я сама пришла к такому заключению. Представьте себе, представьте себе, сколько тех, кто это знает, вот эти знания, а эти знания элементарные, это только надо встать и почитать, то есть сесть и почитать, и чуть-чуть подумать. Потому что по большому счету это не так важно. Мне нравится медицина, потому что я понимаю в ней, я вижу, я внутри в нее. А знаете кто? А вот шимпанзе не может внутри быть медицины. Вот в чем разница. А может смотреть ролики в интернете, и то, что нравится, то, что запоминается. Вот то и запоминается, а другое не запомнится что-нибудь более серьезное. Никогда в жизни. Так вот, еще хотела сказать про вот этот раздвинутые пальцы. Так это называется пача и просперита. Мир и добродействие. Богатство. Вот мир и богатство. Это тоже, чтобы отличиться. Потому что, когда, когда первые вот неудачные опыты там у них получались, и еще действительно это были бестии, которые в стране обезьян, Вячеслав показал это очень наглядно, что когда он показал, выпустил этот ролик, я сидела молчала. Я вообще молчала, я не могла сдвинуться с кресла, потому что эти те мои, то, что я учила, оно все вышло в ролике у Вячеслава. А Вячеслав этого не учил. Ну, у него это другое. Ладно, я сейчас о Вячеславе не говорю, потому что он берет совершенно по-другому. А мне надо учить. И вот, вот этот жест, который, они первые были, трехпалые. И вот этими кличками, вот это, что они могли сделать, вот это такие у них ручки были. И вот этот якобы джугашлили, там говорят, что у него правая рука, то есть левая рука, у него правая рука. Вот такая кличня была всего лишь. Потому что он левит, и многие левиты, которые не перемешались с белорозовыми, а не с шимпанзе белорозовыми. Это неудачный эксперимент, вот это шимпанзе на яйцах. Вот. И у них были вот такие еще пальцы. Так это первый признак. Ну, я говорила об этом, я, конечно, услышала также от Карацубы. Но вот это, а здесь в таре написано, вот это остаточный их признак, как он называется, атовизм из тех попыток, которые не удались. И это, да, они левиты, потому что они от самого Яхве. Яхве мало того, что сделал вот этот пылесос из земли, а он еще там и свое семя впрыснул. А он кто такой Яхве? Он один из анунаков. Ну, может быть, то нигде не говорится о его назначении. Это, наверное, знаете, это, наверное, один из тех, они действительно какие-то имели, ну, как бы сказать, свои черные, ну, наработки, какие-то свои знания, техногенные знания. А нам они не нужны были. Вот. И вот они таких делали. Ну, как я вижу, все поняли, да, смысл. Все уводят немножко в сторону, правда, под, ну, под ногами лежит. Только не под ногами, но в книжках. Света проделал, по сути, колоссальную работу, и вот доказательства вам налицо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!